Грибы для этого пирога подойдут любые, в данном рецепте, это шампиньоны, готовится пирог еще быстрее, если у вас есть готовое дрожжевое тесто, кроме этого, начинкой могут служить любимые продукты. Смотрите, как приготовить дрожжевый пирог с курицей и грибами, такая выпечка может стать традиционным блюдом в вашей семье, готовится пирог не более часа, при наличии готового теста, а начинкой для него могут стать любые продукты по вашему вкусу. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Первым делом нам нужно замариновать курицу, для этого нарезаем филе на части, добавляем оливковое масло, мелко нарубленный чеснок и укроп, также добавляем соль и специи по вкусу. 2. Пока маринуется куриное филе, шинкуем грибы, я взяла шампиньоны и лук, обжариваем на масле до готовности на среднем огне. 3. Также обжариваем куриное филе до готовности и соединяем его с грибами. 4. Теперь берем дрожжевое тесто и раскатываем первый слой из двух, толщина теста должна быть примерно 1 см, если у вас нет готового теста, можете его сделать сами. 5. Разведите в теплой воде 1-5 стакана 1,5 чайной ложки сухих дрожжей, добавьте 1 яйцо и муку, сколько возьмет, оставьте в теплом месте, пока тесто не подойдет в 2-3 раза. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Теперь смажьте поверхность противня оливковым маслом и выкладывайте нашу начинку, можно виоложить сразу курицу, а затем грибы, а можно соединить и виоложить все вместе. 6. Закрываем вторым раскатанным слоем теста и хорошо соединяем края. 7. Запекаем при температуре 180 градусов около 30 минут, затем даем пирогу остыть, а уже после его можно нарезать. 8. Если у вас есть возможность приготовить лесные грибы, это станет изюминкой пирога, и он получится еще вкуснее. 8. Начинить пирог можно любимыми продуктами, сыром, грибами, мясом, фаршем, овощами и даже рыбой. 9. Подписавшимся, больше вкусностей. 9. Необходимые ингредиенты. 10. Дрожжевое тесто 1 кг, куриное филе 500 г, грибы 300 г, лук 1 штук, укроп по вкусу, чеснок по вкусу, оливковое масло по вкусу, соль и специи по вкусу, количество порций 6-8. 10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!